Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Lada Priora 2009 года выпуска. Двигатель 1.6, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 310 тысяч километров. Заменю на этом автомобиле переднюю правую ступицу и правый подшипник, потому что ступицу без замены подшипника не получится произвести. Подшипник умирает. Что произошло? На шиномонтажке ребята сорвали один болт, пистолетом крутили. И так, ой, у тебя тут резьба сорвана. Вы что, смеетесь? Вот буквально недавно крутил, все нормально было, а у вас вдруг резьба сорвалась. Ну, так, значит, совпало. Мы тут ни при чем. Ладно, не стал с ними ругаться, плюнул и уехал. Заодно сейчас сразу поднимаю, снимаю колесо, откручиваю цапфу и меняю. Открутил колесо. Ребята даже не стали себя утруждать, смотреть, что же там произошло. Они сразу ему сказали, тебе нужно менять ступицу. Все, езжай, говорит, меняй ступицу. Либо, говорит, давай это сделаем мы за деньги. Вся резьба ступицы целая. Не надо тут ничего менять. И подшипники, и ступица, все целые. Болты стоят китайские, под шестигранник. Вот такие вот болты. И видно, на болтах резьба подорвана, а один болт слизанный. Вот и вся проблема. Поэтому болты заменит и будет кататься дальше. Замена подшипника и ступицы не удалась. Ставлю на место колесо. Ну, для клиента это радость. Всего вам доброго. Ну, раз не надо менять, давай осматривать маленько, что здесь как. И увидел, что пыльник внутренний, оторванный практически полностью. Но при этом граната еще не хрустит. Ап, то есть пыльник внутренний, сказал пыльник наружный. Наш РУС оторванный. Сейчас подсвечу. Вот если посмотреть, вырванный. А, внутренний пыльник, он раздутый. Непонятно почему. Просто надутый. И аж выпирает. А, в нем тоже дырка. Вот он, пробитый. Поэтому меняю оба пыльника. А вот левая сторона живая. Как внутренние, так и наружные пыльники живые. Здесь вот умерли. Здесь особо ничего изобретать не надо. Я даже суппорт снимать не буду. Откручиваю сейчас гайку привода. Откручиваю два болта крепления шаровой опоры. И вытаскиваю привод. Здесь тазик поставлю. Снизу привод выдерну. Может масло побежать. А так откручиваю. Гайка привода на 30. Да, я думаю, пистолетом, наверное, открутится. Да, и привод ходит. Нормально. Ну, а теперь откручиваю оба болта шаровой опоры. Да, я думаю, что это не так. Вытягиваю вниз, я тоже в сторону. Здесь пластиковый пыльник немножко отогнул. Выдергиваю привод из коробки. Тазик приготовил. Привод монтажкой поддеваю. Ставлю тазик. И выдергиваю привод. Привод я выдернул. Масло, что вытечет, измерю сколько и добавлю нового свежего. Так, ну, еду, разбираю шрус. Хотел схитрить, думал, сниму внутренний привод и заменю. А здесь труба-то утолщенная, поэтому не получится. Ладно, снимаю хомуты. Такое впечатление, что тысячу лет их не сняли. Снимали, они же к резине приржавели. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. ЗаOkленняк. Очень вир experts. Пыльник мне здесь не нужен, попробую снять съемником. Пыльник срезаем. Пыльник уже стал просто разрушаться от времени. Резина полезла, рвется по шву. Но удивительно, с таким отверстием в пыльнике привод, говорит, не хрустел. Смазка хотя еще присутствует. Все это вымою. Попробую с съемником. Может быть им сойдет. Попробую снять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот и все, привод снят Здесь работает хорошо Мою, вымывая Сразу, наверное, разбираю и вторую сторону Здесь даже ступор целый остался Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот к резине прикипел Также пыльник срежу Смазки как таковой тоже не осталось Все раскидал Снимаю здесь ступор Ступор И снимаю Гранату Здесь все мою Ступор Вот тоже ступор Сепаратор Снимаю Вытаскиваю все шарики Я один здесь оставил Просто их поддеваем Они выходят Здесь не надо ничего не ковырять А она Внутрь снимается Так И вот ставить ее надо будет потом Именно так Шарики Протираю, мою Здесь капроновая заглушка И ее снимаю Зачем она здесь Непонятно Она расколота Так что в коробку не билось Ну и все Стаскиваю Сепаратор Съемником Сепараторного типа Все протру пока Чтобы Такая грязная не была Вот если посмотреть Внутренняя часть Меньше чем наружная Ее и потом сюда И устанавливать будем Беру съемник Равчонки Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И съемник сепараторный, и этот сепаратор. Все снял. Так, ну, остается все мыть, отмывать и собирать. Так, ну, здесь, здесь не перепутать. Вот эта сторона, она к этому стопору идет. Эта сторона, она идет на этот стопор. Ну, следовательно, и также это в одну сторону снимается, в другую сторону не снимается. Стопор тоже остался чистый. То есть целый, не мятый, ничего, как с одной, так и с другой стороны. Все, отмываю. Помыл я наружный шрус. Сепаратор разобрал, чтобы хорошо все вымыть. Посмотрел по выработке. Не на этой обойме нету, не на этой обойме раковин нету. Ну, видно, что рабочие есть. А вот именно, чтобы трещало, хрустело, нет. Поэтому я и удивился, что и шарики, все шарики без сколов, без сего. Так, что беру, собираю сепаратор обратно. Это внутренняя часть под обойму, а это наружная часть. Вставляю вовнутрь, поворачиваю. Вот эта коронка, она, как таковой, не имеет разницы, как ей быть, как ей стоять. Но, судя по тому, как она работала, было это вот так вот. Вставляю один шарик. И вставляю сепаратор. Прорезями. До рабочего места и поворачиваю. Все. Дальше уже берем. Так. Наклоняем. Путем проворота внутренней и наружной обоймы. Чтобы у нас противоположная сторона поднялась. И мы сюда тоже вставили шарик. Сейчас пока руками делаю. Возьму для усиления. Путем прорезь. И теперь. Сюда. Дальше. остается последний шарик все сепаратор собрал здесь видно коррозия что смог зачистить зачистил беру смазки сразу добавляю внутрь